Всем привет! Я рад вас снова видеть. Мы с вами продолжаем чтение романа Евгения Водолазкина «Оправдание острова». И сегодня у нас будет глава восьмая. Император Никифор. По вступлению в город его императорское величество Никифор был объявлен верховным правителем острова, а князь Парфений назначался его наместником. Иные говорят, что первоначально Парфений отказался быть наместником и хотел с острова уехать. Епископ же Евсевий будто бы напомнил князю слова Агафона вперед смотрящего о миротворческом предназначении его и благоверной княгине Ксении. Так ли это было, измешано лишь князю и епископу. Но князь остался. Он по-прежнему правил островом, но теперь для более или менее важных решений всякий раз и спрашивал дозволению у императора. Из зримых изменений отмечу лишь то, что княжеское войско влилось в императорскую армию и сменило форму. Если бы быть точнее, то форму она получила, ибо до того не было у него никакой формы, и единообразия тоже не было, но всякий одевался по воле своей. Островных воинов предупредили, что в случае войны их, как часть императорской армии, могут бросить в любую точку мира. Но войн не было, и ввать было не с кем, поскольку весь мир уже принадлежал императорской короне. К видимым изменениям следовало бы отнести и усиление морской связи с континентом. Все чаще можно было видеть, как из порта в сторону большой земли отчаливали корабли, круженные лесом, мясом, ну и парфиний. Мя, мя — это мясом. На таком сытном слое хроника прерывается аж на 150 лет. 150 дальнейших лет попросту вырезаны. Чуть не сказал бестрепетной рукой, но рука здесь ни при чем. Она-то, думаю, как раз трепетала. Только это уже была рука не брата Милетия, но брата Галактиона. Обрезки листов торчат из переплета, как к культе безногого. Вырезать листы, описывающие время императорской оккупации, много лет спустя приказал министр островного правительства Атанас. Оказалось, что эти листы не являются страницами героического прошлого. Непонятным для Атанаса образом хроника содержала 95 листов негероического прошлого. Сложилось так, что министр посетил монастырь, и там ему показали хронику. Он сунул в нее нос и попал на фрагмент, посвященный острову в составе империи. Брат Галактион, бывший тогда хронистом, описывал впоследствии, как министр выпрямился и зашевелил усами. Такая история его не устраивала. Ножницы, скомманывал он одними губами. Принесли ножницы и Атанас кивнул Галактиону. — Режь! Галактион оторопел смотрел на министра. — Это же, это же, как говорится, история. Она ведь уже какая есть, тема интересная. — Ну! — закричал министр. Галактион принялся за дело. Он с треском разогнул манускрипт, так что корешок оказался неестественно выпеченным. Подумал, что происходит нечто неестественное. Так заламывает руки арестованным. Прижал рукопись к столу и положил на нее два полена, чтобы не закрывалось. Взял в руки ножницы, как берет нож холостяцкий коня. В этот момент Галактион указал, что он холостит историю. Отрезал 94 листа, а первый остался в рукописи, потому что на его обороте читалось окончание предыдущей листы. — Министр Атанас показал на горящую печь. — Жги! Брат Галактион бросал в печь лист за листом. Они сначала сгибались, изнемогая от пламени, противостоя ему. Становилось невыносимо яркими, словно отдавали весь накопленный ими свет, так что буквы читались ясно, даже на расстоянии. А затем пламя пожирало их без остатка. Министр Галактиона не торопил. Ему нравилось следить за мучительной смертью текста. — Если история не героическая, — задумчиво сказал он, — то это не история. Он обернулся к сопровождающему и закричал, радуясь своей находке. — Слышите, мудозвоны, если история не героическая, то это не история. Запишите! Уничтожение листов рукописи выжгал Галактиона изнутри. Теперь он в могиле, и пламя это погасло. Министр Атанас также в могиле. Смертью можно считать экзотической, поскольку к ней оказался причастен крокодил. Крокодил тоже мертв. Ксения. Если вдуматься, то тяжелое апогонское иго наш народ пронес относительно спокойно и даже не без достоинства. Если бы не существенное отличие апогонского языка от островного, то иго это, вообще говоря, не было бы так уж и заметно. Да, мы учили апогонский. Знание чужого языка еще никому не вредило. Совсем, я скажу, неплохой язык. Он как-то даже мягче островного и посредством своей мягкости, словно извиняется за роль оккупанта. Ну, не для того он был задуман. Картину апогонского присутствия я бы не стал рисовать одной лишь черной краской. Мы были окраин империи. Это правда. Но смысловое ударение можно поставить и иначе. Окрайины империи. Все новое, что было в мире, мы получали тогда вместе с империей. Нужно сказать, что захватчики проявляли извечную широту. Все это мы понимали и не любили их всей душой. Когда войска Никифора заняли остров, Парфей не сказал мне, что отойдет от власти. Считал, что он не вправе более участвовать в управлении островом. Раздумывал даже о том, чтобы вообще остров покинуть. И сказал об этом императору. Зная безукоризмную честность Парфейня, Никифор просил восстаться. Не вызывает сомнений, что император, не будучи безукоризмно честным, в других людях это качество ценил. Опыт подсказывал ему, что такие люди предсказуемы, и от них не следует ждать подвоха. Да и островитянам полагал Никифор в текущих делах лучшими делась тем, к кому они привыкли. Прислушиваться к ним императора Парфейни не собирался. Тем, кто заставил его изменить первоначальные планы, стал епископ. Евсевий напомнил князю, что пророчество Агафона связывало благополучие острова с нашим браком, и ничто здесь в связи с приходом императора не изменилось. Так Парфейни стал императорским наместником. В те годы нас постоянно кто-то подслушивал. В отсутствие сегодняшней изумительной электроники неплохие результаты давала и обычная чашка, приставленная к стене. Впрочем, улов слушающих был невелик. Посольку беседы мы вели по преимуществу во время прогулок. К прогулкам пристрастились именно тогда, потому что свободно говорить можно было лишь, выйдя из дворца. Наш дворец кишал шпионами, и уши их от неумерного подслушивания были распухшими и красными. Ну, так во всяком случае мне кажется. Островитяне тогда и не догадывались о тайной полиции, о регулярных донесениях на большую землю, обо всем том, чем империя, желая просуществовать как можно дольше, не поленилась озаботиться. Помогал ей это 150 лет. Ну, по историческим меркам не такой уж и большой срок. Последние годы иноземного владельства было уже ясно, что империя трещит по швам. Подобно другим вошедшим в нее землям, на острове произошло восстание. Это было одно из последних и наиболее мирных восстаний против империи. Восстание, так сказать, для порядка, чтобы успеть восстать, пока империя еще не пала. Императорским войскам Парфей не запретил подавлять восстание силы, и его послушались. Когда же империя не стала, призвал своих сограждан обращаться сапогонскими солдатами человека-любиво, а затем представил им пищу и суда для возвращения. Взгляд упал на написанное Парфенем. Вот он упоминает министра Анастаса. Министром чего он был? Сейчас так сразу и не вспомнишь. Личность примечательная, хотя и не в лучшем смысле этого слова. Однажды я спросил Парфиния. Атанас в самом деле считал, что вырезав текст, скроет историю. Ну, существует же много других источников. Неужели он думал, что о полутора веках владычества погонцев никто не узнает? — Нет, конечно, — ответил Парфиний. — Это был сигнал о том, что такой истории не должно быть. Уходя, министр поинтересовался. Не было ли найдено то пророчество, которое изъял Прокопий? Коллекцион развел руками. — Жаль, жаль, — сказал Атанас. — Жаль, что Прокопий оказался предателем. Скольжу глазами по мелкому, но ровному почерку Парфиния. А вот написанные мной наши почерки стали похожи. Так бывает с теми, кто долго живет вместе. Уподобляется почерк внешность, ощущения, мысли. В целом, люди. Один из двоих уходит, оставляя второму все эти совместно нажитые вещи. Уходит второй, и от обоих остается только почерк, исписанные листы, которые запросто могут сгореть. Ну вот, всем огромное спасибо. Вы слушали роман Евгения Водолазкина «Оправдание острова». Вы были на канале Клаудсити. Меня зовут Вадим. Подписчикам отдельное спасибо. Кто еще не подписался, подписывайтесь, пишите комментарии об этом романе, потому что немножко спорный и вызывает разные разговоры, хотя и является бестселлером. Ставьте лайки, пишите комментарии, как уже сказал, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе того, что происходит у меня на канале. Всем огромное спасибо и пока!